Всем привет в прошлых видео. Я написал логику роутов для загрузки файлов, а также настроил корс заголовки, чтобы запросы с клиента к серверу были разрешены со стороны сервера. Я собираюсь добавить приложение миграции. Дело в том, что когда вы работаете с базой данных и изменяете структуру таблиц, изменения необходимо вносить в базу на уровне SQL. Вот, допустим, в связи с загрузкой файлов я изменил файл model.spy, добавил в таблицу видео соответствующие поля url и cover, каждая из которых является ссылкой на загруженный файл. Поскольку сейчас я использую тестовую базу SQLite, чтобы эти изменения скранились в структуре таблиц, мне достаточно удалить файл dbsqlite. И после этого повторно запустить сервер, чтобы была вызвана команда base metadata create all. Но этот подход возможен только при тестировании. При таком подходе я совершенно не заботюсь о данных, которые уже есть в моей базе. А на продакшене для таких изменений используется миграция. Так что в этот раз я не буду использовать этот способ. А вместо этого введу в работу миграция. Миграция это специальные скрипты, которые меняют структуру базы, вносят дополнительные поля, или удаляют ненужные поля, или добавляют таблицы, ключи, что-то еще, не затрагивая уже имеющиеся в базе данные. В случае с фреймворком файл dbsqlite для этих целей используется олембик. Есть также файл dbsqlite, но это всего лишь расширение, которое использует тот же самый олембик. Прежде всего устанавливаю олембик. Как обычно, опекаем install олембик. А теперь, когда библиотека олембик установлена, я выполняю эту команду олембик init олембик. Чтобы сгенерировать скрипты для миграции внутри папки олембик. Вот. Созданное несколько файлов, скриптов и конфигурационный файл олембик.ini в корне моего проекта. В олембик.ini очень мало интересующих нас настроек. Но что здесь стоит обратить внимание, это только вот эта строчка, скрипт location, олембик. Это как раз название папки, в которой находятся скрипты. и sql-alchemy-url. Сюда нужно прописать url-базы, в которой будут выполняться миграции. В моем случае, sqlite.dbsqlite. Все. Больше в этом файле ничего менять не придется. Теперь я перекажу в папку олембик, открываю файл enu.py. Здесь придется кое-что изменить. Сейчас здесь написано target metadata равно none, а в комментариях выше даже даны подсказки, что для того, чтобы скрипты миграции генерировались олембиком автоматически, нужно указать значение переменной target metadata как base metadata в моей модели. А вот эта строчка говорит о том, что модели, скрипты миграции, для которых нужно будет генерировать, должны быть импортированы. Чтобы это сделать, сначала нужно переопределить пути. Вот таким образом я импортирую модули os и sys. С помощью os я определяю переменную current path, которая будет хранить абсолютный путь этой директории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я спускаюсь до функции RunMigrationsOnline и в ней указываю Connectable. В переменную Connectable я присваиваю свой engine, который я только что импортировал. Дальше ничего менять не нужно. Дальше функция выполняет Connect к базе с помощью engine. Конфигурирует контекст с помощью нового соединения и с помощью target metadata. После чего уже выполняются транзакции к базе и запускаются скрипты миграции. Продолжение следует... И теперь, что важно... Отсюда вот эти строки... Они больше не нужны. Нами скрипты будут создаваться вот в этой папке Versions. Пока она пустая. Но поскольку конфигурацию Alembic можно считать готовой, я сейчас как раз попробую сгенерировать первый скрипт. Alembic Revision How to Generate И вот в папке Versions создался новый скрипт. И здесь как раз присутствуют все мои таблицы со всеми полями, которые будут созданы с помощью SQL Alchemy. Когда я выполню еще одну команду, которая запускает непосредственно скрипт миграции. Последний скрипт миграции. Наиболее актуальной в папке Versions. Это Alembic. Команда Alembic. Upgrade. Fed. И вот миграция выполнилась. Миграции можно откатить с помощью... Downgrade. Нужно откатить последнюю с помощью Head. Или конкретную миграцию с помощью ее ID. Этим удобен Alembic. Он позволяет контролировать версию вашей базы данных. Если вы что-то изменили в таблицах. Добавили поле там. Что-то еще. Просто еще раз. Создаете миграцию. Alembic. Revision. Генерируется скрипт, который добавляет только эти ваши изменения в существующую таблицу. Выполняете upgrade. И база обновляется. Структура базы обновляется. Ну что ж. Теперь поля URL и Cover для файлов добавлены в базу. Можно протестировать загрузку файлов. Итак, я запустил сервер. Запустил клиент. И пробую протестировать загрузку файлов. Я добавил два файла mp4 и jpeg. Нажимаю создать. Как видно, запрос неудачный. Я смотрю логи. Так, функция сохранения файла завершилась ошибкой. Да, действительно, я не указал путь, куда сохранить файл. Попробую загрузить еще раз. И в этот раз, судя по логам сервера, пост запрос прошел успешно. И загрузка видео началась. Сразу надо отметить, что для выполнения загрузки здесь используется в свою очередь Celery. И она должна быть запущена. А также должен быть запущен backend. в моем случае RabbitMQ. Ну, а также в консоли сервера видно, что клиент попытался перейти на страницу отдельного видео, только что созданного. это ему сделать не получилось. Сервер вернул код 405, что означает, что метод get на этот роут не разрешен. Дело в том, что в роутах приложения, написанных в течение предыдущих видео серии, я не написал роут для получения отдельного видео. То есть есть роут get для получения полного списка. Есть get для получения только видео, относящихся к одному юзеру. Есть создание нового, изменение, удаление, но нет метод get для одного видео, чтобы взять его из базы по его ID. И в следующем видео я как раз напишу этот недостающий роут. А сегодня все. Сейчас будет очень круто, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Если вы желаете поддержать канал, под видео есть ссылки на DonatePay и DonationAlerts. До встречи в следующем видео.